Навещая могилы близких людей в Радоницу, мы не даем разорваться цепочке любви и добра, которая тянется от поколения к поколению. Такими словами, епископ Магнитогорский Верхнеуральский Владыка Засима завершил поминальный молебен, посвященный Родительскому Дню. Уже много лет молебен у Поклонного Креста становится центральной частью Радоницы в Магнитогорске. Игорь Гурьянов продолжит. Сегодня сложно себе представить этот участок Левобережного кладбища без ажурного Поклонного Креста. Появился он здесь в 2012 году не по мановению волшебной палочки, а благодаря стараниям и неравнодушию руководителя компании Евросервис Евгения Магулевцева и Магнитогорской епархии. Специалисты Евросервиса отковали крест своих мастерских и установили его здесь. Магулевцев уже тогда лучше многих понимал глубину и серьезность проблемы потерянных захоронений. К тому времени инвентаризация городских кладбищ только планировалась, а об электронной системе поиска даже мечтать было прорывом. У креста можно было помолиться, если могилу близкого так и не нашли. Сейчас каждый год здесь проходит поминальная служба. По звуке молитвы привычная в общем процедура визит на кладбище в Радоницу приобретает особые смыслы. По избавитесь, а нам всякие скорые гневы и нужды, Господу помолимся. Мимо шел нескончаемый поток живых людей. Кто-то оглядывался в любопытстве, другие, осеняя себя крестным знамением, останавливались, присоединяясь к пастве. Традиции поминать близких в Радоницу сотни лет. Этот культурный и духовный код не смогли сломать десятилетия безбожия. На родительскую шли коммунисты и беспартийные, домохозяйки и рабочие, начальники и большие начальники. Веровать в Бога или нет – сугубо индивидуальный выбор каждого. А вот знать, что и тебя не забудут, когда закопают – согласитесь, с этим знанием жить легче даже атеисту. Христос воскресе! Воскресе! Христос воскресе! Воскресе! Радоницу называют Пасхой для мертвых, Хотя и священники, и похоронщики, привыкшие к погребальной риторике, избегают этого слова. Говорят усопший от слова сон, упокойный от слова покой. И слова молитвы, где есть смертью смерть поправ, они про жизнь во всех ее проявлениях. Уход за могилой, уход за оградкой, уход за крестом, памятником – это тоже проявление нашего внимания и в конечном итоге проявление нашей любви. Навестить усопшего с тем чувством, как будто бы он жив – это тоже проявление любви. Те, кто ушел чуть-чуть раньше нас, они не ушли нас совсем. Они обитают где-то в ином месте, и мы с ними когда-нибудь обязательно встретимся. Когда мы за них молимся, когда мы о них возносим искреннюю молитву, иногда церковную, иногда своими словами, которые льются из глубины души, из глубины сердца, мы протягиваем связующие невидимые нити между нами, живыми, и ими, усопшими, уснувшими, не растворившимися в каком-то мировом небытии, но ушедшими к Богу. Раньше на воротах кладбищ писали «Мы были такими, как вы, вы будете такими, как мы. Мы одинаково закончим земной путь. И будут ли нас навещать в Радоницу, зависит от нас, живущих. Это и есть круговорот любви к природе, и это же есть надежда, что жизнь продолжится». Упомянутый в начале поклонный крест не единственный изготовленный в Евросервисе. Еще один на территории Свято-Вознесенского храма, справа от входа. Он для тех, кто не забыл, что произошло 31 декабря 2018 года на Карла Маркса 164. Игорь Гурьянов, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН.